Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Я уже здесь, я уже... Тихо, тихо. Привет. Привет, здравствуйте. Привет, привет, привет. Сейчас поднаберется и начнем. Звук есть. Короче, как я уже и говорил, все засыпано вашими приветами и... Приветствиями, саламами из разных городов. Поэтому любые вопросы, которые будут написаны здесь, они все пропадают мгновенно, но... Можно было написать за эти несколько дней все ваши вопросы, которые вас интересуют. И из этого я отобрал самое такое, ну, как по моему мнению, наверное, да, самое интересное. Чтобы сегодня вам на это на все ответить. Поэтому то, что сегодня вот вы здесь пишите, я ничего не читаю, можете, в принципе, не стараться и не писать, потому что просто не хватает на это сил. Всем, кто пишет привет, всем привет. Я вас всех вижу, всех очень рад здесь наблюдать. Вот. Ну и давайте сразу же начнем. Значит, много вопросов про трек, который звучал в машине. Такой диповый трек, который звучал в машине, в сторис. И очень много вопросов задавали конкретно про этот трек. Значит, этот трек будет в релизе, который мы сейчас готовим со Скади. Выйдет он, наверное, в начале осени, но что-то уже с августа. Начнем, в принципе, открывать, что-то вам показывать. Да и, в принципе, с процессом работы определенным я буду вас уже знакомить и начну это делать достаточно скоро. Вообще, я расскажу про этот релиз. Там пока планируется что-то в районе девяти треков. Релиз. Не буду говорить, наверное, кого он может порадовать, да, кого может он не порадовать, потому что все-таки стараемся, как бы, как и раньше, делать это в первую очередь для себя и рассказывать там, да, о чем-то своем. Но мне пока кажется, что по атмосфере это чем-то похоже на, может быть, первую паранойю, да, только в сегодняшних временах. Да, то есть, кто-то может удивиться этому, действительно. На самом деле, пока планируется там девять треков, может быть, что-то еще налипнет, может быть, что-то отвалится. То есть, все в процессе. Очень кайфуем, на самом деле, в работе над этим релизом. И думаю, что вы тоже не обломаетесь, скажем так. Значит, много очень вопросов про лиричный трек из машины, про грустный трек тоже из машины, из сториз. Этот трек называется «Хочу успеть». Выпустим его, скорее всего, осенью, потому что на лето, в принципе, еще есть кое-какие подгоны, которые скоро тоже будут появляться. Вот. Вопрос про «Электродок-3». И почему я не выпустил «Электродок-3» в весну-лето, да? Ведь это такое хорошее время для выпуска новых электронных релизов. Ты знаешь, дружище, не хотелось бы ориентироваться в своем создании музыки на время года как-то, да? И писать песню про Новый год, а летом стараться, чтобы все танцевали, вот скажем так. Он постепенно появляется, «Электродок-3», и много ребят классных, которые умеют, да, в этом плане делать музыку хорошую, но все-таки не хочется, чтобы он был по наитию и не хочется из себя что-то выдавливать в этом плане, вот. Поэтому, если это все пойдет, ну, у нас музыкальное сопровождение начинается такое легкое, легкое. Сейчас я настроюсь на романтичный лад и спою вам десяточку грустных альбомов. Так что вот так вот. Он, я думаю, что будет, потому что настрой есть, но не так быстро, как, может быть, вам хотелось бы. Про треки «Хмельной туман», про отрывок «Громче, чем гроза», «Ближе, чем рассвета». Это все тоже будет, но в другом альбоме, за который мы возьмемся тогда, когда выйдет вот этот релиз. И возьмемся мы за него осенью. Там будут также такие треки, как «Не закрывай», «Раненое сердце» и вся вот эта история, которую мы начинали делать тогда, но ввиду огромного количества разных дел, да и, в принципе, других разных идей, она немного встала, но за нее тоже возьмемся, и она обязательно все будет. Трек «Разделим землю». Вот про этот трек было очень много вопросов. Про этот трек, наверное, ничего не могу вам сказать, потому что трек действительно прикольный, но пока как-то нету ни желания, ни времени именно заниматься им и его перерабатывать. Но, может быть, послушаю еще, может быть, придут какие-то идеи. Значит, когда «Новье» в жестком стиле, хочется треков, которые поднимают земли. Во-первых, почему-то на земле, дружище, скажи мне. Это такая тема, вставай, может, простудиться, может, что-нибудь себе застудить. Нету такого, ну, как бы, я не ориентирую вот это вот, то, что вы завели, да, все время вот эту вот тему. Этот стиль, прошлый стиль, новый стиль, прежний. Я не ориентируюсь вообще на эту тему. Я просто пишу новые треки, да, пока мне это удается. Я делаю это так, как, ну, как мне подсказывает сердце, скажем так, как бы это банально и нежненько в современных реалиях, да, не звучало, но вот как-то получается так делать. Поэтому делаю так. Если будет соответствующее настроение, возможно, что-то будет и такое. Период жестких треков, наверное, в своей жизни, да, переживать мне такой период не очень бы хотелось за оно. Вот. Хотя, конечно, ради музыки можно многим жертвовать, да, но все-таки хочется жертвовать в каком-то позитивном ключе, чтобы еще и самому тоже что-то осталось, скажем так. Очень много вопросов было по поводу того, ну, наверное, вот, примерно в общем, если собрать и процитировать, это звучит так, является ли позиция менеджмента моей позиции и пишут ли они за меня мои мысли в группе? Ну, значит, во-первых, свои мысли, да, если мне потребуется написать свои мысли, я их напишу там сам, и свои мысли я излагаю в треках, и вот сейчас, допустим, здесь я излагаю какие-то мысли, вот в этой трансляции. Но, тем не менее, если мы работаем вместе, наверное, какие-то точки соприкосновения, да, и ощущения общего моего настроения, безусловно, конечно, у них есть. И касаемо хамства, да, какого-то, которое люди ощущают касаемо банов, я могу сказать вам так, мне очень много приходит ваших хороших отзывов, да, ваших позитивных, там, всяческих благодарностей, и я очень-очень этому всегда рад, и очень меня это трогает, ну, то есть, меня нельзя явно обвинить в том, что я неуважительно как-то отношусь к своей аудитории, и, ну, в общем, точно нельзя в этом обвинить. Но приходит и много разной другой фигни, на самом деле, разной. То есть, часто люди просто не умеют нормально общаться, да, я знаю, что если бы при встрече такой вопрос мне бы кто-то задал или сказал бы такие слова, непонятно, как бы я вообще себя повел там с этим человеком, да, и я не сужу всех по тому человеку, который мне написал. И вообще на вашем месте я бы не стал обращать на подобные вещи столько внимания. Наверное, если вас это так цепляет, да, и если это каким-то образом вас злит, да, каким-то образом вот что-то вас трогает, ну, это странно, на самом деле. Мы все собрались-то, на самом деле, здесь по части музыки, да, хочется верить в это. Поэтому, может быть, определенное, конечно, некое легкое раздражение и мое тоже транслируется по поводу «Верните улицам локдога», по поводу этого всего. О, ребят, ну, серьезно, вы прикалываетесь? Сколько мне напоминает эта движуха, когда я выхожу где-то у себя там в старом районе, да, и там типы стоят у палатки и труд между собой, да, и вот они мне говорят, а что ты с нами не идешь? Вот что-то в таком, в таком духе. Я очень рад здесь всех видеть всегда, да, и всех наблюдать. Но я двигаюсь как-то на своей волне, да, и если кто-то эту волну со мной не разделяет и она ему не нравится, я никого здесь ни в коем случае не задерживаю, и, в принципе, можно уходить молча, а можно, конечно, и хлопать дверью, дело только ваше. Ну вот. И опять же, вопрос про зачем я боролся за имя, да, если, так скажем, не знаю, если что, вообще вопрос, зачем я боролся за имя, да и для чего. Наверное, для того, чтобы те люди, которые со мной давно и которые продолжают разделять мой вектор, да, они могли приходить, они могли так же слушать, знать, что со мной происходит. Вот. Это во-первых. А во-вторых, просто я боролся за него, потому что оно мне было нужно. Вот. Собственно, оно мне было нужно, я его получил обратно. Вот. Хочется, на самом деле, только лишь, чтобы реально поменьше было недовольства, да, всем вот этим. Нет, я не говорю про какой-то там натужный и вечный позитив, да, улыбнитесь и поднимите ваши ручки. Нет, я не про это. Просто не хочется так, чтобы было, когда говоришь вам про что-то хорошее, да, а вы говорите, зато вот здесь говно, вот здесь говно и вот здесь вот все ужасно. Ну, реально, на самом деле, хочется, чтобы как-то все оборачивались, наверное, вокруг себя больше и даже не тратили время, пусть на споры с моим менеджментом, там, даже, да, займитесь лучше реально с собой, там, да, и тем, что у вас там происходит. Выйдите из интернета, из моей группы в том числе, я как-нибудь, как бы это переживу. Пусть у вас все будет нормально. Вот. Допустим, следующий вопрос может быть в тему этого. Александр, не тянет назад? Не скучаешь по старым временам? Еще один вопрос. Нет желания стартануть к нам в город чисто отдохнуть? Билет из тебя, поляна с нас. Было бы вообще зачетно. Уважуха. Нет, короче, назад не тянет. Знаешь ли ты, что самое главное в жизни сохранить свою душу? Очень хороший вопрос. Наверное, безусловно, душу главное, но, блин, хотелось бы все сохранить, если честно. что-то, может быть, даже и приумножить. И, ну, как бы, я думаю, можно и в разговорах о душе тоже очень много всего подзабыть другого. А нужно все. Особенно, если на тебе есть какая-то ответственность. Сложнее ли писать с годами? Вряд ли. Мне с годами бывает писать проще, потому что как-то получается развиваться, да, и получается много каких-то новых интересов. И, наверное, есть такой маленький секретик. Я просто не пытаюсь с годами пытаться, ну, как бы, писать о том же, что было со мной тогда, а просто, ну, пишу, как чувствую. И в этом ну, получается просто. Значит, вопрос про Versus, про другие батлы, про мое личное участие, да, про то, кто из участников нравится. Ребята, я за этим абсолютно никак не слежу, да. Смотрел самые знаковые, там, большие какие-то батлы. Это прикольно. Наверное, да. Но, честно, сильно они тоже меня не впечатлили. Как-то, не знаю, не подвержен я этому общему настроению. Вот. И все-таки свое участие на данный момент, по крайней мере, я не могу себе это представить. Да и вряд ли когда-то смогу. Пусть вы говорите, да, и думаете, может быть, что это не современно, но у меня абсолютно другая позиция на эти вещи и про отношение к словам, все-таки, которые ты говоришь, тоже. Пусть даже это шоу, но просто не хотелось бы в таком шоу участвовать. Значит, вопрос про Extintaction. Пришел про его музыку. Блин, на самом деле очень обидно, что так все случилось. Реально очень жаль. Это единственный, наверное, фрешмен американский, который мне прям за последнее время очень сильно зашел. Я всех просто задолбал его музыкой за последние месяцы, скажем так. И очень впечатлялся, ждал новых треков. Блин, дико, дико обидно, что так все вышло. Значит, стороны Ра. Вопрос про альбом Сторон Ра. Вопрос про Артура. Сложно сказать про альбом Сторон Ра, на самом деле. Как говорится, у нас такой классный альбом, что мы даже не стали его записывать. Артура я видел недавно. У него, слава богу, все более-менее нормально. Он на свежем. Все хорошо. Я думаю, стоит начать попытаться с трека. Вот. то есть, ну, это такая история чисто для души, да. И если что-то из этого получится, я буду очень рад. Но, наверное, тут на самом деле по большей части зависит не от меня, а от него. И в любом случае очень рад, что после всего, что произошло, он сейчас жив, цел, и все у него относительно в жизни хорошо. Ну, вот. Далее вопрос про фиты. Фиты с значит, стипси. Стипси давно очень не общался. Также мы с ним в ровных отношениях периодически там очень редко как-то списывались. В принципе, я думаю, могло бы что-то и получиться, но с каких-то моментов, с каких-то времен я немножко утратил вектор. Да, ну, перестал за ним следить просто, потому что веду, может, своих каких-то дел. Вот. Было бы прикольно. Про Сегу, про АТЛ вопрос. Что-то собирались делать очень давно. Вот. То есть, после нашего фита, там, ласточки. Через какое-то время мы списывались и что-то собирались делать, но такой спешки прям, да, в этом во всем. как-то нету. Возможно, попробую его затянуть на следующий электродок. Мне кажется, из этого могла бы получиться реально очень интересная история. Про 25.17. Вообще собирались писать с 25.17 еще одну такую большую хорошую совместку. Рука что-то подустала уже. А вы говорите. Одну большую совместку, потому что та родилась очень спонтанно, да, и спасибо, наверное, бледному за это, да, что настолько как бы заразил меня этим треком и идеей, что вот так вот все срослось буквально в минуты. Еще один трек он будет. Пока его нет ни в каких обозримых, даже никаких наметок нет вообще на него, но он будет. Значит, проплачен ли трек целый стадион? Вот такой вопрос. К сожалению, трек не проплачен. проплачен только вашими растопленными сердечками и большим количеством лайков. Но в принципе мне это очень приятно. Кстати говоря, с ним и с другими треками я буду выступать на фестивале болельщиков в Саранске 25-го, 25-го, да, и в Москве 14-го июля приходите увидимся там на местности. Будет ли встреча в Москве летом? Встреча будет, также здесь в группе все заявим и все услышите. Значит, вопрос про спорт я получил и про быстрый сброс и набор веса. Дело в том, что когда я увлекаюсь какими-то вещами, блин, сейчас понял, что это будет смешно звучать, но я увлекаюсь ими достаточно сильно на самом деле. Поэтому так было и со спортом, вот, и с набором веса, и с другим, с просто спортом, которым я потом начал заниматься так для, ну, больше для здоровья, да, и так как от природы, в принципе, я не особо крупный человек, да, то вес быстро и сгорел, так же, как и набрался. Вот. Собственно, все просто, на самом деле. Поднимаешь железо и ешь, весь вес растет, не поднимаешь и не ешь, вес не растет, все. Употребляю я алкоголь, алкоголь не употребляю вообще, и уже достаточно давно, как-то решил, что мне, наверное, это не нужно. Куришь ли ты? Тоже такой вопрос. Нет, не курю ни сигареты, ни курю травку, ни курю ничего. Могу покурить кальян иногда. А так, в принципе, больше, наверное, все-таки на здравой, на спортивной волне. Значит, вопрос такой был про одиночество и про мое отношение в целом, да, к одиночеству. Почему-то захотелось тоже на него ответить. Ты знаешь, несмотря на то, что в моей жизни, да, много хороших, прекрасных людей, и вообще встречается много хороших людей мне в жизни, и слава богу. Как-то складывается так, что все равно, когда ты в музле, да, и плотно в музле, ты все равно какой-то частью себя оказываешься одинок. и нет, я не изливаю душу и это, ну, и мытье не говорю про то, что это плохо, но скорее про то, что потом этого одиночества тебе, возможно, может начать не хватать, и ты уже специально ищешь его где-то, да, то есть какая-то часть, она все равно всегда одинока, вот, и в целом я к этому вполне нормально и спокойно отношусь. Это, наверное, как раз одна из тех жертв, на которую я готов идти, даже с легким удовольствием, ради того, чтобы появлялись в творчестве и в лирике какие-то вещи, вот так вот. Значит, вопрос про счастье, что для меня счастье, да, тут на самом деле все очень банально, чтобы у близких, у дочки, у родителей, ну, у семьи все было хорошо, и чтобы я тоже был при деле, и тем самым мог им это хорошо как бы поддерживать, вот, и все главное общались между собой, все друг друга поддерживали, вот, ну, конечно же, ездить, выступать, что-то делать, сочинять, это тоже, наверное, все. Вот, добрый вечер, Александр, мне хотелось бы узнать, откуда у тебя такая уверенность в том, что путь, который ты избрал, является верным, а также достаточным для того, чтобы предлагать свои силы для продвижения по нему. Я не знаю, на самом деле, но, по крайней мере, я куда-то иду, и ты знаешь, облома в том, что если я приду и там окажется не то, его не будет, я просто развернусь тогда и обойду эту стену, пойду в другую сторону, я много раз так делал, и нормальная тема. И всем того же желаю. Ну что ж, в принципе, достаточно долгая трансляция для нашего интернет-времени, быстрых-быстрых замесов, да и так, уже многое я вам тут наговорил, я думаю, будет из чего что-то выцепить. А значит, отвечу напоследок по концертам, потому что очень много всего по концертам вы спрашивали. Про все города скажу, хочу везде очень приехать, и в любую страну, в любой город, везде нет никаких противопоказаний, никаких предпосылок, чтобы куда-то не ездить, потому что все это в первую очередь для вас, для людей, и я получаю от этого огромное удовольствие. Моменты, когда я приезжаю куда-то, они исходят в первую очередь от вашего города. Вот и все. Значит, когда я буду в Крыму, 4 августа на ЗБ-фесте 22-го, то есть уже завтра ночью, я буду в Минске, в Ричкете, в Саранске 25-е будет фестиваль болельщиков, 14 июля в Москве будет фестиваль болельщиков. Ну, а все дальнейшие и ближайшие даты, которые есть, вы можете следить в группе, также они там появляются. Заходите, смотрите, мы ничего не утаим от вас. В Старом Осколе мне понравилось, да мне везде в основном нравится, да, плюс-минус. Бывает просто прям вообще супер, вау, а бывает, ну, средненько, а так в целом всегда хорошо. Вот. Друзья, я вас всех обнимаю, спасибо вам, что вы здесь задаете свои вопросы, задавали, да, я думаю, что можно иногда собираться вот в такие подобные конференции. Ждите релиза, ждите релизов, ждите новых концертов, в общем, ждите, а мы постараемся, постараемся. Всем хорошего настроения, до новых встреч.